Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня мы с вами сошьем детский костюм из футера с начесом по выкройке Елины Потыковой костюм-стойка. Толстовка среднего объема прямого силуэта, центральная застежка на разъемную молнию, в боковых швах два кармана с фигурным входом, воротник-стойка, длинный вточной рукав, по низу рукава резинка, брюки среднего объема в боковых швах два кармана с фигурным входом, цельнокрайонный пояс на широкой резинке, низ брюк также оформлен резинкой. В каждой выкройке прилагаются таблицы с расходом и размерами. Ссылки на выкройки и магазин тканей оставлю в описании под роликом. Все выкройки даны с припусками на швы. Перем делаем печатаем лист, где есть проверочный квадрат и смеряем его. Если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте рассмотрим. Деталь спинки толстовки дана со сгибом. Метки все перенесите. Деталь переда раскроить нужно две детали в зеркальном отражении. Есть данные о длине молнии. Фигурно отмечен вход в карман. Также все метки перенесите. Есть линия от строчки для кармана. Деталь рукава раскроить нужно две детали в зеркальном отражении. Метки перенесите. Есть данные о длине и ширине резинки. деталь мешковина кармана раскроет нужно две детали в зеркальном отражении из кулирной глади деталь бачка кармана раскроет нужно две детали из футера с начесом деталь воротника стойки раскроет нужно две детали со сгибом метки перенесите давайте рассмотрим брюки деталь передних половинок брюк раскроет нужно две детали в зеркальном отражении метки все перенесите есть отстрочка для кармана. Есть данные о длине шнура. Есть метка для люверсов. Деталь задних половинок брюк. Раскрыть нужно две детали в зеркальном отражении. Все метки перенесите. Есть данные о длине и ширине резинки в пояс и вниз брюк. Деталь бачка кармана. Раскрыть нужно две детали в зеркальном отражении и с футра с начесом. Метки перенесите. Деталь мешковины кармана. Раскрыть нужно две детали в зеркальном отражении из кулирки. Для работы нам понадобятся нитки в цвет, молния, также нам понадобятся люверсы, иголки для трикотажа, резинка шириной 3 сантиметра и резинка шириной 2 сантиметра. Шить буду из футера трех нитки микроначес. Перед раскроем продекотируйте полотно, можете постирать и отутюжить утюгом с паром. И после декотировки и раскроя у вас должно получиться. Деталь спинки толстовки со сгибом. Две детали переда в зеркальном отражении метки перенесите. Две детали рукава в зеркальном отражении метки перенесите. Две детали бачка кармана из футера с начосом. Две детали мешковины кармана из кулирки. Две детали воротника стойки со сгибом. Две детали передних половинок брюк в зеркальном отражении метки перенесите. Две детали задних половинок брюк в зеркальном отражении. Две детали бачка кармана из начеса и две детали мешковины кармана из кулирки. Пошив начнем с брюк. Соедините деталь мешковины кармана и деталь передних половинок брюк лицом к лицу. Состыкуйте срезы места входа в карман. Скалите булавками и стачайте на оверлоке. Только что сделанный шов приутюжьте. Далее отверните мешковину кармана на изнаночную сторону передних половинок брюк. Образуя перекант на деталь мешковины кармана, зафиксируйте булавками и отстрочите на швейной машине на расстоянии ширины лапки. Приутюжьте. Далее соедините деталь мешковина кармана и деталь бачка кармана лицом к лицу. Состыкуйте все срезы. Скалите булавками. Сточайте эти детали на оверлоке вдоль нижнего и центральных срезов. Далее соедините верхние срезы карманов, зафиксируйте булавками. Соедините их на швейной машине прямой строчкой. Строчку прокладывайте на расстоянии 2-3 мм от края. Далее соедините боковые срезы деталей карманов и передних половинок брюк. Зафиксируйте их на швейной машине на расстоянии 2-3 мм от края. Далее вы можете соединить карман и деталь передних половинок брюк на швейной машине. Строчку прокладывайте вдоль центральных и нижних срезов кармана. Я это сделаю в конце. Далее соедините деталь передних и задних половинок брюк лицом к лицу. Состыкуйте все метки. Состыкуйте боковые срезы. Скалите булавками. Источайте на оверлоке. Продолжение следует... Только что сделаю строчку при утюжке. Припуски заутюжьте на сторону задних половинок брюк. Аналогично подготовьте и противоположные детали. Далее соедините детали задних половинок брюк лицом к лицу. Состыкуйте центральные срезы. Скалите булавками. То же самое сделайте и с деталями передних половинок брюк. Скалите все булавками. Источайте на оверлоке. Центральные швы при утюжке. Припуски разутюжьте в разные стороны друг от друга. Далее соедините детали лицом к лицу. Состыкуйте центральные швы. Припуски разведите в разные стороны. Состыкуйте шаговые срезы деталей. Скалите булавками. Источайте на оверлоке. Шаговые швы при утюжке. На этом этапе нужно установить люверсы. С бумажной выкройки перенесите метки для люверсов. С помощью специального устройства сделайте отверстие. Вставьте люверс и установите с помощью пресса. У меня люверсы номер 8. Режьте резинку шириной 3 см и длиной указанной на бумажной выкройке. Либо можете измерить по модели с учетом растяжения резинки. Закольцуйте резинку, зафиксируйте булавкой и зафиксируйте на швейной машине. Вставьте резинку в пояс с изнаночной стороны брюк. Предварительно резинку разделите на 4 равные части. Эти метки состыкуйте с центральными и боковыми швами брюк. Зафиксируйте булавками. Далее, растягивая резинку, зафиксируйте ее с оставшимися промежутками брюк. Скачайте резинку и верхний срез брюк на оверлоке, равномерно растягивая только резинку. Отогните пояс на изнаночную сторону брюк. Состыкуйте все швы, зафиксируйте булавками. Верхние срезы карманов должны быть вверх. И попасть в пояс. Зафиксируйте булавками. Проложите строчку на швейной машине, равномерно растягивая только резинку. Отстрочку прокладывайте по строчке правой иглы оверлока. Пояс готов. Также сейчас можно отстрочить карманы, но я сделаю в конце. Сейчас займусь низом брюк. Отрежьте резинку длиной, указанной на бумажной выкройке и шириной 2 см. Закольцуйте резинку и зафиксируйте на швейной машине. Вставьте резинку в брюки с изнаночной стороны брюк. Состыкуйте нижние срезы брюк и свободный край резинки. Зафиксируйте булавками. Сточайте резинку и нижний срез брюк на оверлоке, равномерно растягивая только резинку. Точно так же обработайте и противоположную брючину. Далее подогните резинку вовнутрь брюк и зафиксируйте булавками, состыкуйте пересечение швов. Отстрочите резинку на швейной машине, равномерно растягивая только резинку. Строчку прокладывайте по строчке правой иглы оверлока. Готовый низ брюк отутюжьте. Далее булавками зафиксируйте карманы и детали передних половинок брюк. Будьте внимательны и нечаянно не закалите детали задних половинок. Обратите внимание, что карман должен лежать ровно, поэтому пояс немного растяните и посмотрите, как он будет лежать. От строчки. Отстрачивание пояса. Проложите строчку, фиксирующую детали мешковин и бочка кармана с деталями передних половинок брюк. Строчка должна закончиться в боковом шве деталей передних и задних половинок брюк. Готовые карманы отутюжьте и в брюках нам остается только вдеть шнурок. С помощью специального устройства проденьте шнурок через люверсы. Брюки готовы, теперь переходим к пошиву толстовки. Если вы шьете из микроначеса, либо трехнитки петля или диагональ, я настоятельно советую срез под молнию проклеить полоской кандибанда, либо дублерина. Я не сделала этого и мне не очень понравилась, как легла молния. Ну да ладно, начнем. Соедините деталь мешковины кармана и деталь переда толстовки лицом к лицу. Состыкуйте срезы места входа в карман, колите булавками и стачайте на оверлоке. Шов стачивания приутюжьте. Отверните мешковину кармана на изнаночную сторону переда толстовки. Образуя перекант на сторону мешковины кармана, зафиксируйте булавками и отстрочите на расстояние ширины лапки. Приутюжьте. Далее соедините деталь мешковины кармана и деталь бачка кармана лицом к лицу. Состыкуйте боковые срезы деталей кармана и детали переда толстовки. Состыкуйте верхние срезы деталей кармана, скалите булавками. Верхние срезы стачайте на оверлоке. Только что сделанную строчку приутюжьте. Полностью зафиксируйте деталь кармана с деталью переда толстовки булавками. На швейной машине стачайте боковые срезы кармана и толстовки, верхние срезы и центральные срезы. Строчку прокладывайте на расстоянии 2-3 миллиметра от края. Обязательно проверьте, чтобы у двух деталей переда карманы были на одном уровне, чтобы отстрочка была одинаковая. Готовые детали переда отутюжьте. Далее соедините деталь переда и деталь спинки лицом к лицу. Состыкуйте плечевые срезы, скалите булавками и стачайте на оверлоке. Плечевые швы приутюжьте припуски, а заутюжьте на сторону переда. Теперь давайте вточаем рукав в открытую пройму. По меткам, перенесенным с бумажной выкройки, подберите нужный рукав к выбранной пройме. Состыкуйте срез оката рукава и срез пройма изделия. Состыкуйте все метки, скалите булавками и стачайте на оверлоке. Точно так же вточайте и второй рукав припуски заутюжьте на сторону деталей переда и спинки. Далее соедините детали переда и спинки лицом к лицу. Состыкуйте боковые срезы, состыкуйте все метки, состыкуйте пересечения швов проймы, скалите булавками и стачайте на оверлоке. Припуски проймы разведите в разные стороны. Боковые швы приутюживаем, припуски заутюживаем на спинку. Переходим к воротнику. Детали воротника стойки соедините лицом к лицу, состыкуйте верхние срезы, состыкуйте все метки, скалите булавками и стачайте на оверлоке. Шов приутюжьте и заутюжьте на один из воротников. Отстрочите припуск на сторону воротника, на который вы заутюжили припуск, на швейной машине на расстоянии 2-1 мм от края. Еще раз отутюжьте. Далее соедините деталь воротника с толстовкой лицом к лицу. С толстовкой соединяем тот воротник, припуски которого застрочили на противоположную сторону воротника. Состыкуйте нижний срез воротника со срезом крыловины изделия. Состыкуйте все метки, скалите булавками и стачайте на оверлоке. Также, чтобы сэкономить время, сразу обработайте на оверлоке противоположный срез второй детали воротника стойки и обработайте на оверлоке нижний срез толстовки. Все только что сделанные швы при утюжьте. Сейчас будем втачивать молнию. Тесьму молнии предварительно отутюжьте, не задевая зубцы молнии. Одну из сторон молнии соедините с деталью переда лицом к лицу. От нижнего среза изделия отступите 22 миллиметра и начните прикалывать молнию. От строчки стачивания двух воротников отступите 2 миллиметра, отогните молнию вбок и зафиксируйте булавкой. Настрочите молнию на швейной машине с помощью лапки для притачивания молнии. Свободный хвостик молнии можете срезать либо сейчас, либо позже. Это не принципиально. Пристегните вторую сторону молнии и поставьте метки на пересечение всех швов. Далее молнию снова расстегните и свободную сторону молнии соедините с противоположной деталью переда лицом к лицу. Также от нижнего среза изделия отступите 22 миллиметра и начните прикалывать молнию. Стыкуя все метки прикалите молнию. Перед тем, как втачивать вторую сторону молнии, обязательно ее застегните и проверьте все пересечения. Если есть какие-то неровности, то я советую молнию переколоть. Если все идеально, тогда расстегните молнию и притачайте ее на швейной машине с помощью лапки для притачивания молнии. Готовую молнию отутюжьте. Теперь подгибку низа переда отогните на лицевую сторону переда. Зафиксируйте булавкой либо прищепкой. Молния должна быть между деталью переда и подгибкой. То же самое сделайте и с воротником. Свободную деталь воротника соедините с уже притаченной деталью воротника лицом к лицу. Состыкуйте центральные срезы, скалите булавками. Нижний срез свободного воротника подогните на изнаночную сторону на 7 миллиметров. Так и зафиксируйте. Состочайте все эти срезы на швейной машине на расстоянии 1 сантиметр от края. У детали переда я срезала припуски для молнии. Надсекла все уголки. И теперь выверните на лицевую сторону низ изделия и воротник стойку. Низ у второго воротника подогните на 7 миллиметров на изнаночную сторону. Этим сгибом накройте шов стачивания первого воротника и горловины изделия. Сгиб воротника должен закрывать шов стачивания примерно на 1 миллиметр. Зафиксируйте булавками, можете сметать, либо можете сразу зафиксировать ручными стежками. Продолжение следует... Еще раз отутюжьте молнию и отутюжьте готовый воротник. Далее подогните низ изделия на расстояние припуска подгибки. Зафиксируйте булавками. Отстрочите низ на швейной машине, прокладывая строчку по строчке правой иглы оверлока. Готовый низ отутюжьте. И теперь отстрочите молнию на швейной машине на расстоянии ширины лапки. Молнию еще раз отутюжьте и теперь давайте обработаем низ рукавов. Отрежьте резинку шириной 2 сантиметра и длиной указанной на бумажной выкройке. Закольцуйте резинку, зафиксируйте булавкой и зафиксируйте на швейной машине. Вставьте резинку в рукав с изнаночной стороны рукава. Встачайте резинку и нижний срез рукава на оверлоке, равномерно растягивая только резинку. Отогните низ рукава с резинкой на изнаночную сторону рукава, зафиксируйте булавками. Состыкуйте шов стачивания рукава. Отстрочите низ рукава на швейной машине. Строчку прокладывайте по строчке правой иглы оверлока. Точно так же обработайте и второй рукав. Еще раз отутюжьте изделие и оно готово. Ставьте хэштег потыковостойка, отмечайте нас в ваших соцсетях. Всем спасибо за просмотр и всем красивых и теплых костюмов. Субтитры сделал DimaTorzok